Всем привет! У микрофона Амортиз и, пожалуй, обзор на лучшую игру 2013 года. GTA San Andreas. Да, ты не ослышался, та самая GTA, в которую мы, какие-то 10 лет назад, будучи школьниками, играли сутки напролёт. Кто до первой смерти, кто до шести звёзд. Но перейдём к сюжету, ведь он тут, оказывается, есть. Играть нам предстоит за Карла, известного по кличке СиДжей. Повествование начинается с того, что наш герой узнаёт о смерти своей семьи и в срочном порядке приезжает в родной город, Сан-Андреас, где и разворачиваются основные события игры. Знакомая атмосфера 90-х, рост культуры хип-хопа, мелких преступлений, наркотики и рок-н-ролл делают своё дело. Игрок, то есть ты, можешь делать всё, чего твоя душа пожелает. Хочешь воруй и убивай, хочешь стать продавцом мороженого, а можешь пойти в спортзал и сутками развивать своё здоровье, что в дальнейшем отразится на выносливости игрока. А можешь заняться плаванием, и это, пожалуй, то, за что все любили GTA San Andreas. Ведь именно в этой части игры наш герой научился плавать. Для тех, кто забыл, напомню, что в прошлых играх серии наш герой просто умирал, падая в воду, что вызывало недовольство среди фанатов. Также герой может посещать магазины одежды, тату-салоны и парикмахерские. А сам игровой мир условно поделён на три острова, и на каждом тебя ждут уникальные приключения. Также хорошими нововведениями, которые были заимствованы из мобильной версии GTA Vice City, обзор на которую, к слову, у нас тоже есть на канале, это возможность ставить собственную музыку вместо радио и сохранение в облаке. То есть ты можешь начать игру на своём планшете, а продолжить играть на смартфоне или наоборот. Не обделили игру и русской локализацией. Как и в прошлый раз, все элементы меню и субтитры были переведены на русский язык, диалоги же остались на английском, что немного печально. Основное волнение фанатов серии было связано с управлением. И знаешь что? Оно здесь реализовано так, как нужно. Rockstar сумели грамотно собрать игру. Об управлении. Экран условно разделён на две части, левую и правую. На левой располагается джойстик, при помощи которого мы управляем движениями персонажей или же транспортного средства. А с правой стороны располагаются кнопки управления. Удар, сесть в машину и так далее. Фишка мобильных версий GTA – контекстные клавиши, которые появляются только тогда, когда нужно выполнить какое-то специфическое действие. Например, сделать фотографию или взлететь на самолёте. Также можно менять размер кнопок и их расположение, что не может не радовать. А что же с графикой? В принципе, её подтянули до должного уровня. Несмотря на то, что игра была выпущена в 2004 году, она может похвастаться лучшей на сегодняшний день графикой на мобильных устройствах. Самое очевидное нововведение – появление реалистичных теней и отражение на машинах в реальном времени. Но данная фишка доступна только на флагманских устройствах, и она неплохо сказывается на производительности игры. И тут мы плавно переходим к единственному минусу – плохая оптимизация. Мало того, что игра требует минимум гиг-оперативки, так даже и с таким количеством ОЗУ умудряется лагать. Особенно лаги заметны при быстрых поездках на машинах. Что касается устройств с большим количеством оперативки, то здесь игра идёт плавно и без никаких лагов. Перейдём к итогам. Rockstar заявили, что их детища – лучшая мобильная игра на сегодня, и с этим трудно не согласиться. Компании в очередной раз удалось утереть нос своим конкурентам и показать, как нужно делать игры для мобильников. На сегодня это всё. Подписывайся на канал, ставь лайки, вступай в нашу группу ВКонтакте и кушай мандаринки. С тобой были Николай Подгурский, Фёдор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!